Ровно через минуту к нам выйдет герой, который ответит на всё. Но сначала, по традиции, наши вопросы. Как вы думаете, на что похоже место, куда вы сейчас выйдете? Это место лобное. Согласны ли вы с утверждением, что детям ни при каких обстоятельствах нельзя говорить неправду? Брать нельзя. Готовы ли вы пообещать, что будете предельно честно отвечать на вопросы? Я постараюсь. Я хочу предупредить вас, вы имеете право три раза отказаться отвечать на вопросы. Кроме того, прямо сейчас вы вообще можете отказаться от участия в нашей программе. Вы готовы выйти к детям? Конечно, готов. Итак, сегодня герой программы, народный артист России, глауреат государственной премии, кавалер ордена «Дружба народов», художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазаров. Прошу вас. Мне минуты много. Я был в детстве шкодник, учился очень хорошо первые четыре года. Все в последующее время я мстил за то, что я хорошо учился. Все. Больше мне рассказывать про себя нечего. Все, что там сказали про всякие награды, про звания, это все никакого значения не имеет. Поскольку я очень рад тому обстоятельству, что оказался вот в этом обществе конкретном, где у людей нет никаких обременений в обращении с тем, кто сюда вышел. Поэтому я готов отвечать на все вопросы. И даже постараюсь отвечать на них честно. Хотя трудно, потому что я с детства врун был страшный, ужасный. Причем даже смысла врать не имело, а я врал. И потом я говорил, что это я не вру, это я фантазирую. Потому что очень скучно жить в реальности. Все. Спасибо, Геннадий Викторович. Я надеюсь, что все остальное мы узнаем из ответов на вопросы участников программы. Итак, первый вопрос. Молодой человек, прошу вас. Здравствуйте, меня зовут Вадим. Вадим? Да. Мне кажется, вы раньше больше улыбались, мне так кажется. Раньше это когда? Тебе сколько лет? Мне 12. В 96-м году ты родился? Да. Я уже тогда столько же улыбался. Это просто, видимо, у тебя такое ощущение от того, что ты смотрел там какие-то телевизионные передачи, может быть, и что смеялись люди. Может быть, от того, что ты над чем-то смеялся, там, яролаши смотрел какие-то. И у тебя это вызывало смех, и тебе казалось, что я сам тоже должен смеяться. Да. Да. Значит, я очень строгий, серьезный, неприступный. Что тут все время мигает? Я никак понимаю. А я думаю, что ты, то ли у меня в глазах хребит, оказывается, это так красиво внизу. Ну, ладно. Так что я буду улыбаться. Следующий вопрос справа. В одном из спектаклей вы играли Наполеона. Что вас с ним связывает? Во-первых, нас совсем немного связывает с Наполеоном, потому что Наполеон гениальная личность, стратег, политик. Ну, мы оба небольшого роста. У меня, я думаю, тоже какие-то наполеоновские амбиции. Но чем эти амбиции подтверждены, и на чем они основываются, я не знаю. У меня самая главная надежда, что я не закончу свой жизненный путь на острове Святой Елены. Это кто так засмеялся? Я хотела у вас спросить. Вот вы верите в астрологию, я читала. А в Бога вы верите? И во что больше? Вы знаете, очень хороший вопрос, потому что вроде как одно исключает другое. У меня странные отношения. Я не хожу в храмы, но считаю себя человеком верующим. Я считаю, что Бог един. И Бог должен находиться внутри человека. И как его называют люди, это не имеет никакого значения. Потому что можно ходить в церковь, или можно ходить в мечеть, или в синагогу, или в буддийский храм. И на самом деле творить такие безбожные вещи. Так что, что касается астрологии, то казалось бы, вроде это, ну, противоречащие друг другу понятия. Но я очень внимательно отношусь к астрологии, и не считаю это никакой лженаукой. Просто никому ничего не навязываю. Так живу себе со своим ощущением, как мне кажется. Вот так и все. Разве человек не сам делает свою судьбу? Разве не от человека зависит? Вы знаете, от человека очень многое зависит. Потому что человеку всегда дано право выбора. И человек сам выбирает, по какой дороге двинуться. Но, двинувшись по этой дороге, он уже отсекает все другие варианты дорог, по которым он не двинулся. Вот я вам расскажу один пример. Как мне рассказывали эти женщины, которых вот мы называем астрологами или ясновидящими. Был такой президент Соединенных Штатов Джон Кеннеди. И Джон Кеннеди погиб в 63-м году прошлого века в городе Даллас. Он был застрелен. И вот я, разговаривая с этими женщинами, с ясновидящими, говорю, вот если бы он не поехал в Даллас, его бы не застрелили. На что они мне сказали? Нет. Он однажды двинулся по дороге, отсекая другие дороги, где конец был, насильственная смерть. У него была возможность пойти по другой дороге. У него много было вариантов жизни, как у каждого из нас. Но мы выбираем вот этот определенный. И в этом смысле стопроцентно человек хозяин своей судьбы. Это правда. Но вот тот выбор ему предопределен судьбой. Это, это, это или это. А дальше человек сам уже делает. Так я думаю. Спасибо. Геннадий Викторович, скажите, если это не секрет, а вы знаете, чем закончится ваша дорога? Нет, нет, я не знаю, чем закончится моя дорога. Более того, имея неоднократные возможности задавать эти вопросы, я считаю, что сам человек такую дистанцию знать не должен. Он должен проживать каждый день. Другое дело, есть какие-то, ну, близлежащие вещи. Ну, может быть, лучше знать, когда мне сказали, вам не надо туда ехать, скажем, в гастрольную поездку. Я говорю, почему мне туда не надо ехать? Ну, вы едете в город на Волге, и у вас есть опасность простудиться, и вы будете долго болеть. Ну, вот на таком уровне. И я, значит, на следующий день пришел на работу, и мне звонят и говорят, вам надо выехать в командировку. Я говорю, куда? И мне называют, город на Волге. Я произвожу впечатление абсолютно ненормальное. Я говорю, никогда не поеду, я туда никогда не поеду. Мне говорят, почему? Я там простужусь. Ну, так что вот эта гениальная фраза «делай, что должно, и будь, что будет» – это самое правильное. Следующий вопрос Геродий Викторович справа хочет задать девушку. У меня такой вопрос. Вы росли без отца. Вот если бы у вас была возможность с ним сейчас встретиться, вы бы ей воспользовались? Я скажу вам, что в 11-летнем возрасте мне захотелось найти своего отца. Я пошел в справочный, в адресный стол, в справочное бюро, заплатил там какие-то небольшие деньги. И мне нашли отца, и жил он тогда на Волоколамском шоссе. И я, может быть, неделю, а может быть, это был месяц, я находился в состоянии такого смятения. Я не знал, поехать к нему или нет, потому что я его никогда не видел вообще. Но сейчас расскажу вам, хотите – верите, хотите – нет. Я узнал, что отец мой умер. Тогда, когда я узнал, что он умер, я узнал, что он был один из первых людей в стране нашей, в Советском Союзе, который занимался становлением цветного телевидения. И все. В начале 2000-х годов мне позвонила женщина и сказала, мне уже очень много лет, и я хочу, чтобы вы знали, поскольку, может быть, скоро у меня уже не будет возможности вам об этом рассказать, что ваш отец очень вас любил всю жизнь. Я-то сначала думал, что ей что-то от меня нужно, этой женщине, что он будет просить. Она говорит, мне ничего от вас не нужно, я звоню, потому что это мой долг. Я и мой муж были очень с ним дружны, и вот мы его провожали в последний путь, и он до конца своих дней говорил о том, что он вас очень любит. Вы уже были в то время очень известным артистом, но самое главное, что последние годы своей жизни он жил с вами в одном доме. Я спросил, где? Где это было? Потому что я подумал, она фантазирует, что-то произошло. Она говорит, на улице Димитрова, это теперь Якибанка, в доме 19, вы жили на 14-м этаже, а он жил на 6-м. Я не поверил. Я позвонил своему знакомому, который жил в этом же доме, но на 5-м этаже. Я спросил у него, может ли он подняться на 6-й этаж и спросить, кто живет в этой квартире, потому что эта квартира располагалась прямо по одному стояку, что называется, вот прямо подо мной, но только на 8 этажей вниз. И он сказал, что здесь жил участник Великой Отечественной войны, значит, он был работник связи, его нет в живых, жена его тоже умерла, у них осталось двое детей. Все, что сказала эта женщина. Таким образом, я жил в одном доме со своим отцом, не догадывался об этом, и отец никогда не подошел ни ко мне, ни к моей дочери, которая была его внучкой. Ну, мотивы я не хотел бы сегодня обсуждать, но вот это что? Случайность. Вот что это такое, понимаете? Я отца никогда не видел, конечно. Я бы очень хотел, если бы он подошел ко мне и сказал бы, мать моя приходила ко мне в дом нечасто, потому что я жил там со своей семьей, и они не пересеклись. А даже если они пересеклись, они могли не узнать друг друга, потому что люди, не видевшиеся там столько времени, могут просто не узнать друг друга. Они меняются, поэтому мать могла просто его не узнать, или он мог не узнать мать. Думаю, что это было обоюдно, иначе мать бы мне сказала об этом, хотя я с ней никогда на эту тему не заводил разговоры. Никогда. Я знал, что для нее это была травма, и не хотел ее еще больше расстраивать. А вам не было обидно, что он не подошел к вам, не зашел, не узнал вас? Вы знаете, обида уступила место все-таки осознанию того, что у человека были какие-то очень серьезные мотивы. Наверное, если бы я был мальчишкой, я бы обиделся. Но это уже произошло, когда я был очень взрослым человеком. А братья или сестры у вас есть? У меня есть старший брат, у него другой отец, и этот старший брат уже больше 30 лет не живет в нашей стране. У него первый отец был гражданин Германии, и он получил приглашение, получил гражданство в Германии. Мы с ним практически не видимся, созваниваемся, два раза в год. Так что люди, с которыми я живу здесь и дружу здесь, они мне гораздо более близки, чем мой брат по... родной брат по матери. А с детьми отца не пытались искать встречи? Хороший вопрос очень. Вы прям как будто просто заглянули, что называется, внутрь души. Я когда с Леонидом Парфеновым делал сериал «Жил-был я», я предложил Леоне пойти в эту квартиру с камерой и мне познакомиться с этими людьми. И он испугался. Он сказал, что... Вот как этот обаятельный юноша сказал, что почему вы так мало смеетесь? Значит, и Парфенов жил тоже в этом представлении, что для того, чтобы делать передачу, связанную со мной, обязательно люди должны каждую секунду умирать со смеха. И это будет нарушать тональность этого фильма. Я был с этим не согласен, я с этим не согласен. И теперь я очень благодарен вам, совершенно неожиданно для меня, что у меня появилась вдруг возможность об этом рассказать. Вот уж чего никак не предполагал, что у нас с вами разговор дойдет до этого. Потому что такой степени откровенности что-то я давно не помню. То ли потому, что я обещал не врать, то ли потому, что с вами так ну, комфортно. Не знаю. Не знаю. Геннадий Викторович, вам не жарко? Может быть, принести воды? Воды? Нет, мне еще неплохо. Ну что ж, тогда вопрос вот от юноши. Здравствуйте, меня зовут Семен. Ваша дочь, она сейчас где живет? За Россией или за границей? Как часто вы с нее ездите? Нет, дочь моя со своими детьми живет в Москве. В настоящий момент находится на съемках художественного фильма. Она играет главную роль в художественном фильме. Не знаю, что получится. Звонит. и вместо того, чтобы рассказывать, как идут съемки, она говорит, что нас опять отключили горячую воду. Как будто я могу из Москвы сделать так, что в Владивостоке пойдет горячая вода. Что я могу сделать? Я сказал, что могу тебе привезти, набрать горячей воды и на самолете привезти тебе и во Владивосток. Она живет в Москве. А часто ли вам на выходные как бы подкидывают родственники внуков нянчить? А, нет. Не часто, потому что чаще... Почему? Объясню, потому что чаще мы приезжаем туда. Ну, вроде к нам там ехать надо за город. Ну, бывает, конечно, и так. Но все-таки чаще мы их навещаем в Москве. Они сейчас далеко загорают на солнышке. Так что я, вместо того, чтобы к ним поехать, я к вам приехал. Следующий вопрос оттягив справа. Молодой человек, смелее. Ты не подготовился? Я подготовился. Как тебя зовут? Андрей. Андрюш, тебе сколько лет? Тринадцать. Ты первый раз пришел на передачу? Ну, да. И ты не знаешь, что меня спросить? Почему знаю? Давай. А почему у вас вот на руке нет обручального кольца? Почему нет? Это чтобы я не забывал, что я женат. Объясню вам. Я очень много лет носил обручальное кольцо. Мы когда женились, у нас денег на кольца не было. На нас так смотрели в ЗАГСе. Ну, пришли нищие расписаться. И я первое кольцо привез, даст Бог памяти, поженились мы в 1970-м, а кольцо я первое привез в 1975-м. Я был на гастролях в Латинской Америке. Там можно было купить на те деньги, которые нам давали в качестве суточных, значит, вместо еды можно было что-нибудь купить. Я купил два обручальных кольца. Мы долгое время носили эти кольца, а потом я понял, что у меня что-то происходит. То ли палец поправился, то ли что. Я не знаю, что. Но мне очень было оно было тесно очень. Но самое главное, что жена тоже не носит обручальное кольцо, значит, потому что она вообще ничего на руках не носит. И должен вам сказать, что наличие наличие колец или их отсутствие ни о чем не говорит вообще. Как ни о чем не говорит штамп о регистрации брака. Можно быть в зарегистрированном браке и можно быть глубоко несчастным в браке. Хотя я понимаю, что так вот традиции существуют, что брак регистрируется. Но кольца... Вот не ношу колец. Сейчас после нашей с вами встречи позвоню жене и скажу, что был мне такой вопрос задан. Сегодня поищу кольцо дома и как-то в следующий раз буду приходить на эту запись специально надену и так буду перед вами вот сидеть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здрасте. Меня зовут Лена. А артисту для вдохновения надо постоянно влюбляться? Надо быть влюбленным. Вот это точная формулировка. Потому что когда человек не влюблен, тогда творить очень трудно. Что касается возможного вопроса, а в кого влюбляться, если ты уже женат? Ну, значит, если нет сил влюбляться в свою вторую половину, надо стараться искать во втором человеке все время что-то позитивное. Влюбленность нужна обязательно. Надо понимать границы влюбленности. Надо понимать, не является ли твоя страсть и похоть основной движущей силы твоей влюбленности. Вот это надо точно разделить. И если человек будет в состоянии это разделить, вот здесь влюбленность, а это похоть, тогда человеку будет легче. Потому что очень часто похоть воспринимают как влюбленность. И вот тут начинается много-много бед. И у самого человека, и у всего окружения. Спасибо. Все же жирковато, по цвету, по-моему. Воды герои, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, правда ли писали в газетах, что вы были влюблены в Анастасию Заворотнюк? Я был влюблен в ту газету, которая писала. Геннадий Викторович, а вы с ней хотя бы дружили? Я был очень дружен с родителями Анастасии Заворотнюк. Ее отец телевизионный режиссер и мама. Я их знаю давно очень. И таким образом потом оказалось, что Настя пришла вводиться в спектакль «Ужин с дураком». И так мы работали вместе в одном спектакле. И потом я даже принимал участие. Были съемки моей прекрасной няни. И я, по-моему, в двух сериях, что ли, я принимал участие. Так что сказать, что мы были в состоянии вражды, это неправда. Здравствуйте, меня зовут Ульяна, а скажите, пожалуйста, кто умнее, вы или ваша жена? Жена умнее, что вы? А что делать-то? Знаете, Почему? Потому что она так вышла замуж, конечно. Геннадий Викторович, вот справа давно хотят спросить. Ну, давайте. Скажите, а может ли вас растрогать брошенный котенок на улице? Да, может. У меня с котами особое отношение. Я когда пошел в школу, я жил в коммунальной квартире, и наша соседка обращалась к кому-то, а я был в комнате, она в коридоре к кому-то обращалась. Потом я увидел этого маленького котенка, и это был главный человек в моей жизни, этот котенок, потом уже вырос, это был кот, его звали Маркиз, и что странно, что странно, вот он попал в нашу квартиру, когда я пошел в школу, и когда у меня были выпускные экзамены, он исчез. Я думаю, что просто он уже ушел умирать, говорят, что коты не любят на глазах у хозяев умирать. Я и собак полюбил после этого, хотя с собак у меня всегда были сложные отношения. так что я, когда вижу брошенного котенка, мне, конечно, очень жалко, но я понимаю, что собрать всех брошенных котов, это сегодня нерешаемая проблема. Я знаю, что вот замечательный музыкант, композитор Юрий Антонов, Юра живет, что-то у него 18 кошек, что ли, я очень ему завидую, его терпение, а он мне когда-то сказал, кошки гораздо лучше людей. А собака у вас была? Ой, у меня был пес, пудель, но не карликовый такой, а малый, он чуть больше был. И он был красавец невозможный, он был серебристого цвета, хотя они все рождаются черными. Я помню, мы с дочерью поехали выбирать щенка, и мы обратили внимание на то, что одного щенка все отпихивают от блюдца с молоком. И мы тогда сказали, давай вот этого возьмем, потому что его все обижают. И он был такой хитрый, это что-то было невозможное. Он все понимал, как один человек сказал про пудели, он сказал, что пудель еще не человек, но уже не собака. Он когда чем-то заболевал, и мы вызвали врача, и врач приходил и делал ему укол, то в следующий раз, когда этот врач приходил и звонил в дверь, он забивался под кровать, его вытащить оттуда было невозможно. И вот он прожил 11 лет, и потом у него стало очень плохое зрение, он стал слепнуть, я возил его на операцию, ему делали операцию на глаза, и после операции, видимо, наркозом очень сильно подействовали на сердце, и он после этого стал задыхаться, и вот в один вечер, я понимал, что он уже мучается, мне сказали, что вам нужно его усыпить. И вот эту дорогу в эту лечебницу, я никогда не забуду, как я его вез на руках, и когда у меня его забирали, я после этого сказал, я больше ни одну собаку никогда не возьму, потому что это точное ощущение, что ты прощаешься вот с родным человеком, с членом семьи, не хочу больше. Следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Александр, вопрос. Вот я бы хотел на один день поменяться с жизнями с, допустим, с Аршавиным. С кем бы вы хотели поменяться местами на один день? С Аршавиным? Только на один день? Вам нравится, Андрей? Да. Нравится? Не в этом смысле. Я знаю, с кем бы я не хотел поменяться. С Путиным. Я бы назвал это вообще не работой. С моей точки зрения, это абсолютная каторга. Я говорю вам это, наблюдая по мере сил и возможностей жизнь этого человека начиная с конца девяностых годов. И я даже когда-то ему об этом сказал. На один день не хотел бы поменяться местами. А с кем хотели бы? Ну, наверное, с Аршавиным, я думаю. Так, желтый микрофон. Вот, Геннадий Викторович, у меня к вам такой вопрос. Что для вас означает цифра 1383? 1383 для меня означает наличие зрительских мест в театре эстрады, которое было до момента, когда в театре была реконструкция. Правильно? Ну, вот, видите. А как думаете, настанет ли такой день, чтобы все-все-все места были заняты? Ну, во-первых, такой день уже наступил и наступает неоднократно. Хочу воспользоваться возможностью и пригласить вас всех в этом году. Спектакль «Ужин с драком» исполняется уже 10 лет, так что мы его начали играть тогда, когда многие еще не ходили в школу. А сколько стоят билеты на ваши спектакли? Значит, это, есть такая, ну что ли, вилка в стоимости. Билеты стоят от 50 рублей до 5000. Так что, даже если у человека есть 50 рублей, он может попасть и посмотреть спектакль. Другое дело, что места у него будут прямо, скажем, не очень удобные. Но посмотри, да, но он, да, ну а как же, конечно. Меня зовут Маша, у меня к вам такой вопрос. Скажите, а что находится у вас на письменном столе? Где? В кабинете. Что находится в кабинете? Сейчас я вам скажу, стоит компьютер, лежат текущие бумаги, а еще лежит на столе поздравление с Днем России от президента, который я получил в июне. Почему-то я его до сих пор не убрал. Наверное, чтобы все видели, что меня поздравил президент. И какие-то еще книжки лежат. Ну так у меня, вы знаете, вообще-то в основном мое рабочее место это сцена. И я очень, вот эту бюрократическую работу кабинетную. А у вас есть портрет Путина? Есть. А жены? Вместе. И детей. Вот смотрите. Вот замечательный вопрос. Значит, чтобы вы не нервничали. У меня в кабинете, не верите, могу вас просто после передачи посадить в машину и поехать и показать. У меня стоит портрет, на котором, на одном портрете. Я, Путин и моя жена. Все. Чтобы разные портреты не ставить, я один поставил. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мужчина в 60 лет уходит на пенсию. Что вы почувствовали, когда он исполнилась 60? Честно вам скажу, у меня было, мне было очень грустно на душе. Потому что я, я не чувствую возраста. Но как только накатывало ощущение, что тебе уже вот 60 лет, около двух лет мне было трудно справиться с этим состоянием. И вот только, только сейчас я постепенно, постепенно, что называется, начинаю приходить, ну, так сказать, вот в состояние, ну, ладно, и все, что там. Что делать? Потому что я очень хорошо себя помню и в 15 лет, и в 20, то есть очень хорошо вообще себя помню. И поэтому, ну, ну что, слава Богу, что пришел к вам сам, что сижу, что сижу здесь, зубы невставные, почти. А вам язык слабо показать? Язык? Уважаемые участники, время ваших вопросов подошло к концу. Геннадий Викторович, теперь вы имеете право задать участникам программы три вопроса. Можно? Конечно. Это вопрос ко всем. Поднимите руку, кто хочет вернуться в свое раннее детство. Неужели большинство? Ну, большинство. Так, теперь поднимите руку, кто до сих пор не влюблялся. Ребята, поднимайте руки, не стесняйтесь. Ну, чего поднимать? Чего ты боишься? Поднимай. Ну, и что? Так, так. Маша, а ты уже много раз влюблялась? Немного? Ну, ну, влюблялась. И последний вопрос. Ух, это вопрос на засыпку. Поднимите руку, кто обманывал своих родителей. Неужели все? Так, это я буду смотреть внимательно. Давай, давай, поднимай, поднимайте. Не стесняйтесь. Ты не обманывала? Покажите ее. Покажите ее крупным планом. Есть у нас еще в стране честные люди. Народный артист России Геннадий Викторович Хазанов сегодня герой программы «Сто вопросов к взрослому». Геннадий Викторович, я жду вас у входа на площадку. Геннадий Викторович, вот здесь я прошу вас ненадолго задержаться. Хотел задать вам несколько вопросов по итогу состоявшегося разговора. Скажите, пожалуйста, какой вопрос вам показался наиболее сложным и почему? Ни одного. Неужели? А когда хочешь отвечать честно, все вопросы простые. А задавались ли традиционные вопросы, на которые надоело отвечать? Да нет. А мне на все вопросы было просто отвечать. У нас программа называется «Сто вопросов к взрослому». Вы успели ответить только на 25. Если еще раз вас позовут в такую аудиторию, придете? Приду, если вопросы будут новые. Будут, поверьте. А теперь хочу обратиться к аудитории. Дамы и господа, считаете ли вы, что наш сегодняшний герой был максимально откровенен с вами? И все же те, кто считает, что да, прошу поднять руки. Ну, явное большинство. Я прошу вас обосновать свою точку зрения. Кто первый? Я считаю, что вы отвечали очень искренне. От вас сходило такое тепло. Спасибо вам за то, что вы есть такой, какой есть. Я люблю вас. Мне кажется, что Геннадий был очень честным, потому что он сам сказал то, что говорил он очень искренне, а я верю людям на слово. Я считаю, что вы говорили очень искренне, потому что ощущалось, что от вас исходит именно та аура какая-то правда и искренности. Геннадий Халзанов, спасибо, что не врали. Кто еще хочет сказать? А вас много писали в интернете, что вы капризны и неконтакты, но пообщавшись с вами, мы поняли, что это не так. Спасибо, было приятно пообщаться. Я хотела вам сказать, что вы золотой человек, что вы очень честно отвечали на вопросы, я бы не решилась на самом деле на такое. И вы очень хороший дедушка, семьянин, это видно. Спасибо вам большое. Спасибо, друзья. Геннадий Викторович, у нас традиция, последнее слово в программе всегда за героем. Подведите, пожалуйста, итог. Не хочу я никакого итога подводить, потому что я с удовольствием встречу с ребятами еще раз. Народный артист России, лауреат государственной премии, кавалер ордена Дружба народов, художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов был героем программы «100 вопросов к взрослому».